Заседание регионального правительства в Савине прошло под председательством зампреда Павла Конькова. Губернатор работает сейчас за пределами области и вернется не раньше понедельника. Есть определенная после выборов, в период его отпуска, расслабленность в работе. Уважаемые коллеги, я прошу эту ситуацию проанализировать, потому что губернатор и сегодня еще работает в Москве. Завтра он вылетает на форум в Сочи. Там очень напряженная у него программа. Савина район не самый благополучный передовой. С населением менее 12 тысяч человек. Зарплаты невысокие, молодежь уезжает в места более хлебные. Нами приняты меры к увеличению показателей среднемесячной заработной платы по району. И в 2012 году она составила 11 042 рубля, что на 24% выше 2010 года. У работающих на крупных и средних предприятиях 11 900 рублей, что на 24% выше уровня 2010 года. Само Савина газифицировано. Однако обеспеченность жителей района голубым топливом крайне низкая. Только в четырех селах из 122 есть газ. Своё тепло с 2006 года ждут и жители кооператива «Южный». Пока безрезультатно. В прошлом году 3,5 миллиона выделили. В этом году 3,5 миллиона. Не освоили. В этом году 3,5 миллиона выделили. Но там уже 162 дома. 9 километров трассы. Администрация с проблемой знакома. Скорее всего, будут менять подрядчика. Мы понимаем прекрасно, что объём финансирования большой. 24 миллиона рублей этот кооператив у нас. Но вот такое, скажем, непорядочное поведение подрядчика сегодня привело к той ситуации, которую мы имеем. И я считаю, что даже, наверное, не всё зависит от финансирования. Всё зависит от отношения к работе подрядчика. Другая проблема, на решение которой нужны внушительные средства – Савинская общебразовательная школа. Она в предаварийном состоянии. На строительство новой потребуется порядка 440 миллионов рублей. На проектно-сметную документацию региональное правительство деньги выделило ещё в прошлом году. А вот стройку без помощи федеральной казны начать не удастся.